Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня. Комментарии». С вами Ирина Чекунова. В гостях у меня Александр Анатольевич Бутузов, председатель общественной палаты Тверской области. Александр Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Сегодня цель нашей встречи, наверное, успокоить жителей региона, потому что в бедные головы наших тверских мужчин, женщин, детей, вбрасываются миллионы фейков, лживой информации, цель которых одна – это посеять панику, посеять, возможно, злость, ненависть, разъединить общество. По-вашему, что сейчас нас может объединить и как нам опять возобновить мыслить позитивно? В каком направлении? Я над этим вопросом тоже постоянно думаю, потому что, я бы сказал даже так, сегодня залетают в наши головы снаряды идеологической, медийной войны. И выдержать такую массовую атаку очень тяжело. Нам с вами, наверное, легче, потому что мы уже не первый год занимаемся вот этой фейковой, анализом фейковой активности. В том числе и Великой Отечественной войны. В том числе и Великой Отечественной войны. Мы уже изучили подходы, как это делается. Но для простых жителей вот такой массовый удар этой фейковой активности, конечно, он очень-очень травмирует психику человека. Во-первых, нужно меньше, я думаю, смотреть этих сводок. Потому что человек накрученный уже, накрученный, он не может спокойно смотреть вообще ничего, мне кажется. Идут боевые действия, человек склонен уже преувеличивать, дополнять и так далее, и так далее. Нужно что понимать? Что понимать? Что военная операция была озвучена, цель ее и задачи озвучены главой нашего государства. Он объяснил, почему, за что и как. И в отношении кого это все будет проводиться. Дальше. Наши войска мы знаем, это наши ребята. Это наши российские солдаты. И сколько бы мне про них не говорили, что как вот недавно взяли интервью у одного английского наемника, зачем вы туда едете, там убивают, насилуют женщин. Он такой скороговоркой выпустил. Ну, это он пусть слушает свои какие-то западные СМИ. Мы знаем наши войска. Посмотрите, как аккуратно. Даже американец один вот тут выступал на днях, говорил, что операции проходят очень-очень-очень аккуратно. То есть русские работают практически в белых перчатках. Но буквально сегодня каждый шаг операции мы склонны переосмысливать. А почему так долго? Почему уберем город? Почему не берем город? Можно просто сойти с ума. Значит, каждый должен сегодня заниматься своим делом. Там боевую операцию проводят, боевые расчеты, профессионалы. Против них работают такие же профессионалы. Все будет нормально. Та сторона оппонентов наших, да, вот этих нацистов, старается использовать мирное население. Причем она использует не только свое мирное население, как живой щит, как мы сегодня слышим изо дня в день, а использует и наше мирное население, потому что стрелы, удары вот этими дальними бойными орудиями идеологическими летят в наши сердца. Все будет нормально. Все будет нормально. Мы будем помогать этим народам отстоять свою независимость. И, конечно, этой фашистской хунте больше не будет места на территории Украины. Я думаю, это вот как раз то, о чем говорил президент, что мы пойдем до конца. Вот вы говорили, я вас перебью, вы говорили, что вы путешествовали, вы были в очень многих странах мира. И вот именно отношение, отношение вот не к этой военной операции, отношение к русским, отношение к людям, которые живут здесь, в России. Вот вы что можете сказать? Что там тоже обычные люди? Меня это потрясает. Меня это просто потрясает. По тем же канонам. Я многие годы ездил в Германию, причем не в восточную, а именно в западную Германию. И меня потрясает спокойное отношение к нам немцев. Причем мы же помним все те годы, когда миллионы, десятки миллионов с той и с другой стороны полегли, когда мы защищали свою родину. И немцы тоже могли, наверное, оставить в памяти какие-то негативные события, когда погибали их деды и так далее. Но ничего подобного сейчас нет. А почему? Потому что я так думаю, что политика правительства такова, что она поставила непреодолимую преграду для поддержания нацистских, профашистских и далее течений. Я был в Турции, страна НАТО. Отношения еще более теплые. Я был во Франции, во многих странах, которые относятся к этому Северо-Антлантическому альянсу. Но с Украиной это какое-то просто... Вот смотрите, где прорвало. Это наш самый родной, близкий брат. Самый родной для нас народ. У нас языковая группа одна и та же. Мы сегодня без украинского, старого языка, без польского языка с трудом понимаем наши древние писания. Мы сегодня должны объединяться поприще фундаментальных, прикладных наук. Но сегодня вот такая ненависть. Более того, ненависть не только у украинцев к русским, а у русских к русским, если только они пожили на этой территории. И я, как общественный деятель, я понимаю, почему это так. Потому что там была политика. Многие годы политика страны, правительства. Меняются правители, как говорит наш президент, не меняется одно. Не меняется вот это жало, яд, которое прокачивается против нашей страны. И причем прокачивается не против лидера нашей страны, не против вооруженных сил. Прокачивается против населения, против русскости, против русского языка. Но это же нацизм. Нацизм в 21 веке. Потрясает другое. Дорогие мои и любимые работники культуры и прочие-прочие россияне, которые выходят сегодня с этими лозунгами «нет войне». Хватит смотреть на все это одним глазом. Ведь эти люди практически обнуляют все, что было на Украине десяток лет до этого. Причем не 8 лет, когда бомбили нацмены, нацисты эти, бомбили города Донецкой и Луганской. Нет, и до этого был вот этот вот нацизм, он уже практически культивировался. Мы это все знаем. Каждая семья сегодня, которая имеет какие-то корни на Украине, почти каждая понимает, что произошло с этими людьми. Я знаю такие семьи, где родные люди, ближайшие родственники, два брата, не общаются. Хотя брат, живущий на нашей территории, просит, давай не будем говорить о политике. Давай просто вспомним, что мы братья. Нет, общения никакого. Причем речь идет не о 22-м годе, речь идет о 15-м, 14-м, 13-м годах. То есть это все уже, это все давно затянувшаяся болезнь. Чем она может закончиться? Только тем, что нам уже прописал товарищ Зеленский. Он сказал, что будет дальше, будем прокачивать эту злобу дальше. И более того, будем пользоваться еще возможностью создания ядерного оружия. Ну, извините. И дальше уже не будет. Извините. Я думаю, что этот бред, этот бред закончился уже. Я думаю, из уст Зеленского он закончился навсегда. Теперь должна работать другая сила. Это сила гражданская, общественная сила взаимодействия и сотрудничества. Я уверяю вас, мы найдем очень много соприкосновений. Мы один народ. У нас единая повестка дня должна быть. У нас повестка дня должна быть здоровья наших пожилых и молодых и прочих граждан. У нас повестка дня должна быть качественное образование, доступное образование. Еще раз хочу сказать, наука. У нас в науке очень много должно быть общего. Но сегодня нас раскололи так, что нам придется еще долго проходить этот путь, чтобы эта рана заросла. Я хотела вас еще спросить, время эфира подходит к концу, относительно того, как уберечь детей и подростков от этой лжи и от того, чтобы вот это семя зла не проникало в души. Я знаю, что вы работаете с молодежью, и у вас есть реальные дела. Потому что если они не пойдут в добро, то их совсем рядышком зло. Может быть, да. Во-первых, нужно быть вместе с молодежью. Вместе с молодежью. Нужно проводить различные мероприятия, но быть не над ними. Не куратором, не управленцем. Мы просто должны быть вместе в одной команде. Потом перед молодежью не надо лукавить. Не говорите, что ничего страшного, ничего не происходит. Это трагедия. Мы должны показать молодым нашим людям, что мы тоже переживаем. Для нас это большая трагедия, когда от какого-то снаряда может пострадать мирный житель. Не нужно глубиться, не нужно подливать масло в огонь. Это все плохо. Мы сегодня должны быть образцом для нашей молодежи. Пусть мы, поколение мое, мы не воюем, нас не используют в боевых действиях, но мы воюем здесь. Наш фронт, это сердца нашей молодежи, мы воюем. Мы с ними прошли уже одну войну. Мы отстаиваем святую правду о нашей Великой Отечественной войне во многих мероприятиях. Вот я вам как-то говорил, даже книги стали из года в год, хоть небольшие, но все-таки книжки памяти печатать. Это очень здорово. Молодежь сегодня должна быть живым участником нашей патриотической, вот такой активной, живой общественной деятельности. Все это пройдет. А дел много? Причем мне очень приятно, мне очень приятно, что наша молодежь, это же продукт нашего образования. Мы последние годы очень много критикуем образования. И есть за что. Наверное, уровень образования, скажем, особенно такого абстрактного образования, как математического, там он немножко снизился, а может быть не немножко. Но что важно, наше образование не развращает наших детей, не пичкает их какими-то сомнительными идеями. И сегодня, когда я общаюсь со студентами, мне очень приятно слышать ответы по поводу того, а вот в ваших школах, а школы все разные, понимаете, сколько сейчас разных мнений учителей. У вас были хоть намеки на то, что есть национальности неприличные, плохие, ничего подобного. То есть наши школы остаются национальными российскими школами, где традиционно, традиционно мы любим все народы, все народы-братья. Как нас когда-то учили? Сколько поколений выросло именно на этих добрых идеях? Я сегодня могу повторить большое количество работников культуры, да, и Георг Отц, и Нана Бригвадзе, и Расул Гамзатов. Боже мой, да вся география нашей великой советской Родины, она вся была представлена на телеэкране, в наших книгах. Обратите внимание еще, какой интересный момент. Как работало телевидение, как работало медийное пространство. Ребенка в любом возрасте, ну, конечно, не в самом маленьком, можно оставить было дома. Он включал телевизор, он включал радио, и ты был спокоен, что он не наслушается, не насмотрится, бог знает чего. По радио постоянно звучали симфонии и балеты, или первый концерт Петра Ильича Чайковского, боже мой, рахмани. Какие радиоспектакли были. Какие радиоспектакли были, боже мой. Я думаю, что сегодня, может быть, и нам нужно посмотреть на нашу жизнь, нам нужно и дальше идти, нам нужно собирать тот мир, который мы немножко растеряли. Спасибо огромное за участие в программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был председатель общественной палаты Тверской области Александр Бутузов. Спасибо огромное. Спасибо. Уважаемые друзья, будьте здоровы, бдительны и критически относитесь ко всему, что вы услышите. Не верьте лживой информации. У нее цель одна – разобщите нас и влить в нас ненависть друг к другу. До свидания.